Здравствуйте. Так, ну, Новый год, да, обновление. Со старыми блоками, проблемами вступать в этот год, ну, смысла нет, наверное, никакого, да? Вот, и чтобы каждый из вас что-то сегодня унес на практике для себя, я хочу поговорить с вами о неком алгоритме. При помощи которого мы сможем проработать любое наше негативное психо-эмоциональное состояние. Это страхи, обиды, боль, агрессия, угрызение совести. Любое нестабильное состояние, которое не дает вам покоя, да, возможности ровно дышать, демонстрализации жизни. У каждого из нас есть эти блоки, причем они у нас сидят либо осознанно, да, либо нет. Но те проблемы, которые мы осознаем, знаем лицо, да, с ними работать намного легче. Вот, что тут нужно понимать? Ну, начну сразу, да, что тут алгоритм, который я вам сегодня дам, это вообще, ну, так же самая магия, да, любая магия – это работа на астральном плане. Во-первых, это некий тренажер, да, для активизации вашего воображения. То есть, по сути, что такое ясновидение? Это воображение плюс глубокий транс. Воображение на уровне сознания является обычно нашим воображением. На уровне бессознательного это приобретает фактор ясновидения. Поэтому, ну, вы поймете, что я хочу, чтобы вы сейчас делали, каждый из вас. Ну, каждый из вас на чего-то боится, да, это вполне нормально и естественно для человека. Я хочу, чтобы каждый из вас сейчас подумал о каком-то своем определенном страхе. Есть? Это на уровне фобии или просто так, небольшой страх? Любой страх. Давайте, давайте, вот, что у вас возникает в вашем воображении, когда я говорю страх, да? Какие ассоциации? Чего вы больше всего боитесь? Вот об этом подумайте. То есть, ну, понимаете, страхи же могут быть как обоснованные, да, так и необоснованные. Но если это страх, то он нас сидит и мы его ощущаем. Это может быть любой страх, начиная от страха смерти, заканчивая страхом болезней каких-то, либо, не дай бог, с близкими, что-то, да? То есть, это некая паразитная, отрицательная мыслеформа, да? Ну, что, есть? Я, например, плавать боюсь. Плавать боитесь? Пожалуйста. Думайте об этом страхе. Ну, как вы ручки подняли, кто надумал. А надо называть? Нет. Они считают, что это легко, потому что, ну, боитесь. Ну, хорошо. Нет, смотрите, то, что я вам дам, это индивидуальная проработка, да, самостоятельная проработка. Если же вы хотите, чтобы я вас здесь и сейчас от чего-то побыстрее избавил, то говорите, это тоже не проблема. Вот, потому что у нас, как сегодня, все включено. Праздник. Да, да, да. Смотрите, ребята, вот. Думаем про страх свою, да? Постарайтесь по максимуму погрузиться в это состояние. Закройте глаза, если вам удобно, да? Если нет, то с открытыми глазами. Думая о страхе, дайте вашему подсознанию нарисовать некий визуальный образ, который бы у вас ассоциировался с этим страхом. Этот образ может быть абсолютно метафоричным. То есть, некая картинка, да, ассоциации с этим состоянием. Ну, например, если человек, скажем, боится собак, да, то при мысле о собаке, испытывая вот этот страх, да, но, скорее всего, он увидит какую-то скалючуюся морду, да. Если это высота, да, то, само собой, либо вид с высоты, либо вы падаете, да, либо вода, да. Вот, поэтому должен... Ну, да, каждый из нас чего-то боится. Думая о своем страхе, концентрируясь на нем, дайте вашему подсознанию нарисовать некий визуальный образ, некую картинку, которая бы у вас ассоциировала с этим страхом. Ну, вы поняли, да? Если это страх болезни, то, наверное, вы, скорее всего, увидите себя заболевшим. То есть, да, этот образ может быть метафоричным. Для кого-то страхи, знаете, какой-то сундук черный, какой-то мешок с гвоздями, неважно. То есть, должен быть некий образ. Перштейн? Нет. Перштейн. Есть? А, понял. У кого получилось? У меня получилось. Давайте руки поднимем, у кого получилось. Так, что получилось, да? То есть, есть некий. Понимаете, как это, не нужно об этом думать, себе что-то фантазировать. Просто подумаем о страхе и какой-то визуальный образ. Это некая картинка. У всех есть, да? То есть, у вас сейчас произошла привязка вашего состояния, да, негативного вот этого страха, с некой визуальной картинкой. Да? Связь. Что мы с этим всем делаем? Совершенно простой алгоритм, но очень эффективный. То есть, образовался некий у вас визуальный образ, да? Условно. Вот все это мы проделаем в нашем воображении. Есть образ, который у вас связан с этим состоянием. Да? Неразрывная связь. Прямо слоя состояние вам является этот образ. Далее мы переносим этот образ на фотографию. Это все воображение делаем. Желательно на такую фотографию, которая легко горит. Ну, например, газетная. Что мы делаем дальше? Ну, логично, да, что мы сжигаем этот образ. Вот, над сейчас мои художественные таланты сейчас меня позорят. В общем, это рафина. Вот. Всем понятно? А, подожди. Вау. То есть, мы сжигаем этот образ над белой рафином. Над белой рафином. Да. Мы проделаем этот алгоритм. Сожгли. Далее. Мы возвращаемся обратно к первичному образу страха. И смотрим, что изменилось. Как он вам теперь является? А он может стать меньше, да? Либо поблекнет как-то, да? То, что осталось, опять переносим на фотографию. Опять сжигаем. Возвращаемся обратно, смотрим, что сейчас. Понимаете, да? Критерий успеха вашей работы будет состоять в том, что когда вы в очередной раз вернетесь, попытаетесь подумать об этом страхе, у вас не будет никакого визуального образа. Этим самым мы обрубаем связь. Уходит образ, уходит проблема. Вот это не теория, это практика. Но для того, чтобы все это дело у нас получалось, необходимо тренировать свое воображение. Вот этот алгоритм совершенно простой. Таких схем можно нарисовать сотни, если не тысячи. С раквиной, с унитазом. У меня ученик был, программист. Мы ему удаляли, бросали в корзину негативное состояние. Какие у вас ассоциации возникают? То есть, если вы включите вот этот алгоритм в свою жизнь и будете постоянно им пользоваться, человек становится свободным от всяких стрессовых ситуаций. Нарали на вас на работе, например, вот не впускай это в себя. Представляем эту орущую рожу, на фотографии сжигаем. Поверьте, мне очень легко жить. Я вам скажу даже больше, что у меня в группах девочки себе миомы рассасывали. Болезнь. Ее же можно себе как-то представить. Во время курса это происходило. Понимаете, да? То есть, это некая работа уже на астральном плане. Это ваша устойчивая мыслеформа. Желаем бы результат. Понятно, да? Вот для того, чтобы закрепить, просто проделать это минутки две. Да? Вот скажем, каким-нибудь страхом. Вот выберите. И сейчас просто каждый для себя, что бывает, что вы что-то унесли на практике, да? Они не забыли при выходе. Немножко поработаем. Ну? Окей? Думая о страхе. Визуальная картинка. Да? Фотографии. Сжигаем. Возвращаемся. Смотрим, что осталось. То, что осталось опять. Да? И проделан этот алгоритм. Какое состояние должно быть после того, как вы детально проработаете какую-то проблему? При мысли о страхе вообще ничего не должно возникать. То есть даже не хочется заморочиться мыслями. То есть проблема перестает без проблемы, пока она нас перестает парить. Да? Если мы испытываем дискомфорт, да? Испытываем, соответственно, что-то с негативным. Иначе она есть. Если подумал и ничего не почувствовал, то ее нет. Испытываем, что-то с негативным. Ну, можно глянуть по сторонам и посмотреть. Конечно, но команду. А, команду. Поехали. Давайте так. Если вы считаете, что у вас ничего такого нет, что вы вообще идеально достали человеку, что навряд ли, конечно. Потому что, ну, эти блоки есть у каждого из нас. Вы не боитесь, а змеи. Представьте таракан, да? Представьте таракан. Нет, я понял. Если вы встроите вот эту жесть, то есть, да, очень-очень легко становитесь. Можно образ, не какой-то абстрактный, вот просто самую ситуацию видеть, которая напрягает. Еще раз. В качестве образа ситуации. Без проблем. Должна быть какая-то картинка. Если есть картинка, значит, этим нужно работать. Что у меня картинка, она спала, мне кажется, она больше отвечает на то, что было ранее. Мне кажется, из каких-то прошлых жизненных тянетей ситуаций. Сейчас результат такой, что я это отрабатываю. Мне так показалось. Что у меня сейчас есть. Слонность в том, что мне тяжело с детства. Очень большой напряг в плане денег вызываю, да. То есть даже если мне должны были дать на еду в школе, я стеснялась попросить. Если меня забыли, я была поедать, но не сказать. Сейчас это переносится в том, что мне очень сложно назначить ту цену, которую мне будут дать, и спросить. И мне сейчас образ пришел, что я какая-то, что я боюсь, видимо, что люди подумают, что отношения, что они уже рали денег. А когда я сказал, что я подумал образ, то образ пришел, что я такая, не знаю, властительница, я типа всем не вливаю. Мне кажется, это не совсем. Проще представлять, что я мне за здоровье. Если ты будешь думать, что твои проблемы, твои какие-то состояния, твои неуверенности, не знаю, как это назвать, да, тянутся из прошлых жизней, то так оно и будет. Понимаешь? Мы представляем себе то, ну, я же говорю, да, бритва о камне, не создавайте сущности в сверх необходимости. Мысль о том, что я прорабатываю сейчас какую-то свою проблему, во-первых, мы не знаем, мы тебя не погружали, мы тебе не делали регрессию. Мы не знаем там, что в твоей жизни есть, что нет, а? Я потому спрашиваю, у меня лучше вот, наверное, ожидатель, но... Тебе, посмотри. Мы работаем с тем материалом, с тем состоянием, да, которое у нас есть. Вот как проявляется в тебе это состояние, да? Приходите к человеку, и ты не можешь назвать ему цену. Либо называешь ли ту, да? Эта ситуация для тебя знакома? Да. Это некая картинка? Это некий визуальный образ, конечно. Ты работаешь с этим состоянием, да? С собой, которая не уверена в том, что она может, там, сказать, адекватную цену своей работе назвать. Да? Угу, есть? У кого не получается? Все жилищники, я же говорю. Отлично. Все получилось, образ преобразовался. Преобразовался? Да, как хотелось. Преобразовался или... Преобразовался. Ну, в лучшую сторону. А, так он у вас... Лучшая. Так он у вас... Нет, который... Желтся. Он первый образ, который мне нравится. Страх. Ну, вот, когда все поработал, да, закрылось. И вот все получилось, короче. Получилось. Вот. Думай о страхе. Что испытываете? Ну? Думай о страхе вот этом, с которым работаю. Сейчас? Да. Угу. Хочется ли о нем подумать? Ну, заморочиться мыслями как-то. Нет. Нет. Правда. Вот. Вот это состояние, оно важно. Вот это необходимо. То есть, проблема перестает с проблем, когда вот... Да, вообще за ним хочется. Наташа сделала как раз. Я еще удивилась. Что? Да, собачки. Ну, понятно. То есть, да, механизм понятен, да? То есть, вы зафиксируете в себе это состояние, да? И с каждой такой проблемой можно работать. Ребят, еще раз говорю, да? Это астралка, да? Можно прорабатывать более тонкие моменты таким образом. Невезение, безденежие, неудача в личной жизни. Да все же его нафиг, конечно. Конечно. Мы же можем себе это как-то представить, понимаете, да? Есть картинка, есть связь, есть аналогия. С этой картинкой можно дальше работать. Почему практически все люди, которые обладают какими-то паранормальными способностями, да, творческие, все творческие люди? Джуна картины рисовала. Пожалуйста, фильм. Да. Андрей Игоревич, вот у нас вообще уникум. И играет, и поет, и все, что хочешь, да? У этих людей развитое воображение. Они могут себе представить то, что они хотят себе представить. Они создают устойчивые мыслеформы. Не просто то, что они могут увидеть, да, посредством нашего нечувственного канала восприятия, но и ту ситуацию, на которую они хотят повлиять. Исход событий. То есть мы можем запрограммировать желаемый результат. И лично для меня это намного эффективнее, чем просто смотреть свое будущее. Ведь увидеть мы что-то и увидим, да, и хорошо, если это вам понравилось. А если нет? Мы самим фактором просмотра, мы привлекаем вот этот наиболее вероятный кармический исход ситуации. Так какой смысл смотреть, если мы влиять не можем? Ну, узнаете, начинает нам народ портить. Нет, ребята. Он просто повлияет. Посмотреть потом. Ну да. Ну да. Если вы обратитесь к профессионалу, который посмотрит, потом повлияет, то окей, да? Я говорю про себя. Если мы увидим то событие, которое нам не понравится, мы будем создавать соответствующую мыслеформу желаемого результата. И, скорее всего, вот это наиболее вероятный исход ситуации, который вас ждет. Но как перебить эту форму, да? Создать что-то новое? Вы должны понимать, что любая наша мыслеформа должна основываться на полимодальности. Какой полимодальности? Вы должны подключить как можно больше ваших, ну, мировосприятий, да, репрезентативных систем, их еще называют, да? Визуалка, аудиалка, киноэстетика, да? Вы видите образ, видите фотографию, вы сжигаете, да? Вы видите белый цвет раковины, да? Вы переносите мир ваших ощущений во внечувственный мир. Если... Да. А обязательно, чтобы раковина была белая? Ну, конечно, черная, представляю себе. Я не знаю, стандартная раковина какая-то, ну, беленькая. Ну, конечно, только тут важно. Важно. Да, просто я же говорю, раковина белая, а видим пепел, да? Это ассоциация людей. Можно не раковин, пожалуйста, не тазик. Золотой. Золотой, да. Вот. Сбил это меня с пенталожи. Простите, пожалуйста, ну, я как думал, это важно. Ты прощена. Я хотя бы подумался, но решил, что лучше спросить. Я же говорю, ребят, я же говорю, таких моделей, таких моделей можно нарисовать сотни, если не тысячи. Я же еще раз повторю, да? Просто это просто, да? Каждый из нас что-то сжег. Нет, у меня получилось очень интересно. Я подумал о страхе одиночества. Я с какого-то достаточно раннего возраста вообще не могу находиться один. Это в следствии того, что я веду свои приемы с 94-го года, а начинались они, знаете, как когда-то принимали. Бабушка моя, она заварила, и она не могла принимать. Я начал принимать людей. Это так вот 10-12 человек, 15 человек людей. Смели на лестнице, там, это все было, сходило в квартире, в небольшой комнате. Знаешь, что не было офиса какого-то места. И постоянно были люди, 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 какие-то знакомые, друзья, и много общения. И я, если вот начинаю находиться один, то в какое-то время мне еще вот хорошо, там, день, два, спокойно. А потом начинается какое-то просто, знаешь, неприятное ощущение. Я себе представил такую вот пустую комнату, пустую квартиру. И вот я там один, да. И вот потом, сначала это было такое 3D-рисунок, потом перевез туда фотографию, да? И потом вот я, наверное, сгорел, вообще вспыхнул, не вспыхнул. И утекла. И сафобия. Это мне нужно, наверное, представить на костерах. И жечь. Это кошмар. Ой, да, ну не надо. Хорошо. Ты это сделала, но нужно заточиться. Ну, наверное, понятна логика, да, что, чтобы создавать устойчивую мысль и форму, нужно иметь что? Предельно управляемое воображение. Четкий, как хорошо отлаженный механизм. Так как это воображение нам заполучить? Очень простые упражнения, да. Вот, например, горит свечка, да. Всем видно свечу какую-нибудь, пламя? Угу. Любую. Вот, просто смотрим на свечку, запоминаем, да, то, как она горит, может быть, какого цвета, да, где она стоит. Закрываем глаза и стараемся удерживать образ свечи минимум минутку. Это минимально. Уже долго. Целую минуту. Ну да, я объясню. Это прямо сейчас. Посмотрели, запомнили, закрыли глаза, удерживаю мудрость. Должен, это сейчас. Ну, я сейчас говорю, что он будет изменять. Я закрываю глаза, я, конечно, вижу свечу, это уже не та свеча, которая на столе. Да, я вспоминаю, потому что там зеленая бутылка, и вот цвет сквозь бутылка, сквозь стекло, бутылочка примерно, так, все. Понятно. Понятно. И как-то как-то собираетесь, я сразу... Смотрите. Я не знаю, как-то не понимаю. Скорее всего, образ свечи будет исчезать, либо видоизменяться, да, после того, как, ну, пройдет какое-то время. Говорит это о том, что, ну, нужно развивать его образование, да. Само собой, наш зрительный аппарат не предназначен для того, чтобы вы посмотрели, сфотографировали, да, и закрыли, и видели эту свечу. Нет, образ свечи должен рождаться в вашем воображении. Он должен быть абсолютно четким, да, может быть, там, в 3D формате, да. Как это происходит? Вот, у кого есть дома любимая кружка, да, с которой он пьет? Всегда, да? Вот, расскажи про нее. Какая она? Она овальная, кругленькая. Какая она? Она такая цилиндрическая, заканчивается, к ней заслужается, высокая, у нее еще была крышечка, недавно разбилась, там такие еще цветочки. Цветочки, а какого цвета она там, цветочки? Она белая, а цветочки зелененькие. Зелененькие? Да. А у нее есть там ручка? Ручка, да, сколько. Она какая, она как кружка или кругленькая какая-нибудь? Она больше, как такое, большое ушко, но она более, как на баранку, в общем. А какая вместимость у этой кружки, сколько она? Ну, может, где-то 250, наверное, на счет, это как более узкие. То есть, да, ты поняла момент. Ты глазами эту кружку сейчас не видела, но у тебя сложился совершенно четкий, четкий образ того предмета, о котором ты рассказываешь, да? Именно так экстрасенсу поступает информация. Глазами мы не видим. Образы событий, мест, обстоятельств рождаются в нашем воображении, где-то вот здесь, да? Подумайте о своем любимом фрукте, да, каждый из вас. Вы его представляете себе. Это совершенно четкий визуальный образ, но при этом наши глаза не задействованы. Таким же образом мы сможем, мы можем слышать голоса, да, но мы их слышим не ушами. Если вы слышите ушами, то, ребята, надо обращаться за помощью, да? То же самое касаемо других форм, например, кинестетика, запахи, да? Сами запахи вы не ощущаете. Ну вот, у меня мама практикует, она совершенно безошибочно диагностирует метастазы рака. Она не врач, да, она не знает, как выглядят метастазы рака, но она может себе это представить, потому как информация, ну, наш мозг это постоянная антенна. Мы постоянно получаем эту информацию, но проблема в том, что мы не можем ее перевалить, так как мы получаем ее в метафорах зачастую. И нужно понимать язык своего восприятия. Для нее метастазы, она видит, как корни деревьев. И чувствует неприятный запах. Вот пользуясь этими ощущениями, она понимает, что у человека, да, есть такие проблемы. И вот каждый из вас должен создавать уникальные слова и восприятия, ребята. И это очень важно, потому что вы должны себя изучать, познавать, да? Да, ну, это же элементарные вещи, если прочтете Бориса Сахарова, да, «Открытие третьего глаза», там же все, ну, достаточно четко описано. Он начал с той модальности, которая для него была наиболее восприимчива, он воспринимал запахи. Он придумал себе такую игру, да, в которой каждый день, каждый день, который играл. Он представлял, как пахнет, какой-то отдаленный объект, потом отходил его и нюхал, да? Вопрос. Вот Даная обычно, она как будто слушает, вот, ну, там именно в картинке приходит. У нее микрофон-то. Не, ну, вот ты сказал просто, что вроде как звуков нет, но бывает, наверное, что как-то... Естественно, яснослышание, яснознание. Она ушами, слуховым аппаратом ничего не слышит. Если бы она слышала, если бы она слышала ушами, да, как ты сейчас меня слышишь, да, это была бы патология. Ты понимаешь, да, она воспринимает звуки, да, но минуя свой слуховой аппарат. Ты чему? Я тоже об этом подумал, но я, кстати, не хотел перебивать, но уже давно получил, что я получил. Наташа озвучила, я тоже подумал, ну, что Даная, например, и видит, и слышит, но она помогает ей. Вот понимаешь, вот она прислушивается, и внутри это все, потому что мы это обсуждали. Сосредоточиться. Помогает. Получается, как файл загружается, да? Ну, она вот, знаешь, как бы ей надо уйти от суеты, потому что информацией много идет. Вот в новости она закрывает глаза, когда смотрит, а я, ну, там так отрешается от внешнего мира. Вот я, у меня это вот через вот это тоже. Ну, вот момент вот в чем очень важно, что когда вы получаете информацию посредством нечувственного канала восприятия, да, экстрасенсорного, называйте, как хотите, то эта информация не нуждается в посредниках. Когда мы получаем информацию посредством наших органов чувств, да, мы нуждаемся в посредниках, да, например, визуальный образ, да, для того, чтобы ты увидел меня, свет должен от меня отразиться, да, попасть к тебе в глаз, по зрительным каким-то нервам достичь определенной доли мозга, тогда у тебя явится картинка того, как я выгляжу. Вот сейчас вот выключи свет здесь, да, ты меня не увидишь, то есть свет является носительной информацией о моем изображении, да, то же самое касаемо твоего зрительного аппарата. Но посредством нечувственного канала восприятия мы тоже можем видеть зрительные образы, да, как ты видел крошку, но при этом глаза-то не работают. Хочешь их открой, хочешь закрой, да, то есть поэтому вот эти техники, когда люди себе закрывают глаза, там, масками, для чем-то и пытаются что-то там сквозь них убить. Ну, видят, ну, эволюции у нас это не заложено, у нас другие функции, да, глаз или уровень чувств наших. Поэтому, если вы не можете в это состояние входить, да, вот в это эффективное трансовое состояние, делайте вы, что хотите, вы ничего не увидите, не услышите. Вы будете воспринимать мир впоследствии наших обычных модальностей, и вы постоянно воспринимаете это мир таким образом, вы постоянно получаете гигабайт информации, постоянно, каждую минуту, и тот канал, другой у вас просто в загоне. Я сейчас говорю, вы меня слышите, вдруг Андрей начинает своим тенором, значит, петь, да, в губен стучать. Само собой, вы меня перестанете слышать, да, потому что тут уже идет перебивка. То же самое касается здесь, да, наши остальные каналы забивают наш нечувственное каналовое восприятие. Люди раньше уходили в скиты, да, молились в пещерах, постились, чтобы сузить информационные потоки, тогда они могли говорить звук. Во всех религиях это есть, да, великий пост. Вот, поэтому как-то так. И со свечой работать очень эффективно. Вы, если сможете просто потом, после того, как вы натренируете свою воображалку, представлять это пламя свечи, да, где бы то ни было, по дороге, на работе, в другом каком-то месте. И тем самым ты не будешь на себя в предельном правую емку. Ну, это свеча. Садись. 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 Вот, поэтому как-то так. Вот. Ну, спасибо. Спасибо. Да, многие, да, пользуются свечой, вот смотрят через меня, что-то видят, это тоже как некая концентрация или что-то? Проводник. Проводник, вспомогательные моменты. Вот я пользуюсь звуком, да, он помогает мне. Как решиться у нас, в деле, от другого, от всего того, что лезет не в голову, от всего того, что приходит на ум, от информации, которая загружена в голове, куча файлов, необходимо все это убрать, для того, чтобы остался только один вариант. Ну, и все остальные должны быть. Таким образом мы проникаем в пространство. Сейчас мы это с вами сделаем. В посредниках нуждается Андрей. С помощью... Хорошо. Я тут промолчу, знаешь. Я помню вот цитаты с книжкой Андрея, про просто те, кто учатся, а те, у кого... Ну, вы писали, что вот те, кто там передавал как-то, да, через главушку, что как раз любят работать с предметами. Да, да. Да нет, просто не нужно бояться инструментов. Главное не бояться. Главное не бояться. Не сажать, конечно, все такие. Похоже на вот инквизицию главы. Пытошная. Сейчас аромат все пытошные. Пытошная. Ну, давайте... Пытошная. Мне нужно так, чтобы вы сели, ребят, чтобы я смог за каждого зайти. Да, 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 нормально, Людика. Пойдем сейчас. У меня же не проходит. Полукруглый, так нормально. Пойдем. Ну, давайте для начала попробуем обойти в особое состояние. Вообще-то, ну, наверное, какое-то вступительное слово такое скажу. Вот мы втроем. Каждый говорит о какой-то истории. Какой-то историю внутренних переживаний, сколько было опыта. Мы все мы пользуемся при этом словами. Так или иначе, слова все равно не передают того, что находится внутри нас и что мы хотим сообщить. Можно сказать, что это тоже один из вспомогательных элементов. Да, слова. Слова это только одежда, в которых смысл скрыт. И то, что мы говорим, не соответствует тому, что на самом деле хотим передать. Истина, которую, ну, я говорю только за себя, но надеюсь, что ребята меня поддерживают. Истина, которую мы передаем, она находится между словами. Вне слов, после слов, перед словами, где-то во взглядах, в эмоции и в посыле. Слова тоже важны, факты, которые мы рисуем, какие-то советы конкретные, про конкретное время или конкретный ритуал. Но самое важное находится между строк и между словами. И сейчас я проведу обряд, и необходимо раскрыться и стать слухом. Слышать, но слышать не только ухом, как говорил Иса, не использовать только слуховой аппарат, да? А использовать все тело, слышать, всем телом, слышать волосами, глазами, руками. Давайте мы вот как-то ручкой так положим, вот раскроем, раскроем ладошки. И попробуем почувствовать. Вот у нас машинка ездит там, да? Кто-то дрифт испробовал. Вот мы слушаем звуки, улицу, мысли какие-то, время от времени прилетают. Но концентрируемся в этот момент и на руках, на ощущениях, на руках. И одна рука будет чуть тяжелее, другая чуть легче. Одна чуть теплее, другая чуть холоднее. И вот эти звуки, которые с улицы доносятся, все это пролетает мимо нас, сквозь нас, не задевая нашей сути. И также мысли все проносятся, проносятся, проносятся. Как белый шум. Все суета, суета, ловлю ветр, говорил Соломон. Истинно она находится внутри. И то, что есть ты, твое истинное я, это пауза между мыслями, это тишина между звуками. Это момент, когда прекращается или проходит стороной весь этот шум, вся эта суета. Ощутите тебя, осознайте эту точку, это место. Где-то внутри тебя, где-то глубоко-глубоко. То истинное я, где ты ничего не боишься, и у тебя уже нет вопросов. Где не возникает лишних мыслей. Где тихо-тихо пладает снег. Все остальное, шум, крик. Все это попытки мира отвлечь тебя. Отвлечь тебя от твоего истинного я. От тебя снова. Для того, чтобы открылись новые двери, старые, необходимо закрыть. Давай представим себе зал, в котором очень много дверей. Может, это анфилада или коридор. И там впереди свет, и ты видишь светлую дверь, освещенную. Это дверь в будущий год. В год добрый, хороший, радостный. Год исполнения желаний. Остальные приоткрытые двери, где-то сквозит. Откуда туда носится шум машины. Откуда туда носится шум. Какие-то ссоры, скандалы, обиды. И давай представим себе, что мы закрываем с тобой старые двери. Двери, куда ушла жизнь, которая уже не вернется, не возвратится. Мы закрываем эти старые дверки, для того, чтобы открыть новые. Что-то, что не удалось, что-то, что не получилось. Люди, с которыми ты рассталась. Необходимо принять этот урок. Принять как данность то, что с тобой произошло. И войти в новое состояние, в новую жизнь. Принять как данность то, что-то, 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 что-то. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то навсегда уплывает Как корабль уплывает Как плавучий остров Потому что иногда от нас уходят старые отношения, старые связи Что-то стирается, как сухой песок со стекла Так чтобы оно больше никогда не возвратилось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо.